Привет, мои хорошие! Я уже в Москве. Конечно, мне очень не хотелось уезжать, но никуда не денешься. Дела, заботы и обязанности. Борис уехал. Это вы увидите у Аллочки во влоге. А я сейчас отправляюсь на рынок, плюс в аптеку, и хочу приготовить одно давным-давно обещанное вам блюдо. Я хочу приготовить баялду. Но это будет не обычная баялда, рецепты которой вы увидите в интернете. Но автор этого рецепта, которая научила меня 100 лет назад делать это блюдо, назвала его баялда. Поэтому это будет баялда от саранчи. А сейчас идем за овощами. Я вчера приехала в Москву, и меня ждала для меня не очень приятная весть. Мне дворник из соседнего дома сказал, что благодаря видео, Машу увидел мужчину, который давно ее искал. Короче, он ее забрал. И она уехала на родину. Я, конечно, очень расстроилась, потому что привыкаешь к людям, выходишь с утра из подъезда, и тебя встречает человек, который по-доброму улыбается каждый день, и у тебя сразу становится прекрасное настроение. Да, расстроилась, конечно. Постараюсь найти адрес Маши. Возможно, мы с ней будем переписываться. Если, конечно, кто-то знает ее адрес. Вот. Ну, а вообще, по большому счету, конечно, я за Машу рада. Такой человек достоин найти свою половинку, достоин создать прекрасную семью. Она очень добрая. И думаю, что мужчине, который ее увидел и нашел, это составит огромное-огромное счастье. Маша очень хорошая. Если Маша увидит это видео, конечно, я передаю ей огромный привет, и пусть она знает, что я очень за нее рада, хоть и скучаю по ней. Сейчас в подъезде работает консьержем молодой человек, приветливый, улыбчивый. Но, конечно, это не Маша. Так мы привыкли к Маше. Я полгода ее ждала. Ну, вот так. Пусть Маша будет счастлива. Я пришла в пятерочку. И вот решила набрать баклажанчиков. А помидорки для БЛД я буду брать на рынке, потому что нужны бакинские. Ну, не обязательно бакинские, но чтобы они имели хороший, приятный вкус. Вот таких баклажанчиков можно набрать. И в пятерочке увидела вот такую мочалку. Помните, раньше продавались японские мочалки? Вот у меня таких две штуки. Я ими пользуюсь. Кстати, очень хорошо умывать лицо. И тело тоже. Очень хорошо отшелушивает. Хорошая штука. Я бы обязательно купила, но у меня их две уже есть. Мы в Фикс Прайсе встретились с очень интересной женщиной. Можно. И вот, меряем с ней шляпы. К платью очень подходит. А ко мне? И к вам подходит. Нет, правда. Спасибо. Просто ее чуть подкладывать надо. Вот я говорю, мне понравилась очень черная. Черная. Сейчас я достану. Нашли? Есть такая же. Сейчас я все-таки черную хочу показать своим зрителям. Ну вот. Может, я ее не так ношу? Может, вот так? Вот здесь такой бант. Бант должен быть сзади. Она по-другому будет смотреться. Поверните. Назад? Да, 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 да. Так? Или глубоко? Или шляпа эта не мое? Или это просто это не мои шляпы, да? Черный. Ну вот это вот сейчас. Черная вдова? Вот это вот. Вот это то, что надо. Вот только надо вот здесь. А здесь разные бантики. Кстати, есть бежевый бантик, а есть вот такой вот. Я почему и... Да, надо просто выбрать. Есть вот какой. Да, а есть... А, а есть... Она и желтая. Да, она желтая по цвету платья. Подождите. А, она и желтая, кстати. Сейчас. Значит, вами наиграем сейчас? Нет. Вам не на работу никуда не надо? Нет. Нет. Пенсию зрения даем. Это точно. И мне. Для того, чтобы гуляли. Верно. И наслаждались жизнью. Верно? Так. Нет, вот. Знаете, и тем не менее... И тем не менее, все-таки те, да? Сейчас я в зеркало посмотрю. Вы знаете, нет, а я считаю, что как-то неплохо. Так, сейчас. Нет, но желтый цвет, нет. Вот это вам лучше. Да? Это слишком желтая. Так. Опа. А, ну ладно. Так. К этому платье. Нет, ну вот это очень желтая. Это... Не знаю. Очень красивая. Просто они не могут как-то оденеть. Опять. Ну я не умею их носить. Вот. Вот, смотрите. Да? Честно. Так, теперь я на себя в зеркало. Ну, мне смешно видеть себя в шляпе. Серьезно. Нет, нет, нет. Я, видимо, не привыкла. Нет, нет, нет. Зря? Зря. Честно, очень хорошо. И вот с этим платьем, с вашими башмачками, то, что надо. Не пожалеете. Ох, да нет. Давайте я вам сделаю подарок. Нет уж, спасибо. Нет уж, спасибо. У меня есть наподобие дома шляпа. Вот наподобие вот этой. Даже цвет такой, как на собаке блока, только у меня там поля поменьше. Вот почему я и смелеваюсь. Такой же цвет. Нет, дело в том, что сейчас солнце, то, что надо. Может, волосы со лба убрать, даже не знаю. В любом случае вам очень хорошо. С вашими очками, гармонии с платьем. В очках не хожу. Да? Да. С очками еще лучше. Но вы другие одените. Ну, они пока есть. Я домой приду ту померю с этим платьем, где у меня маленькие поля. Мне не денег жалко, нет. Я просто боюсь, знаете, чтобы не валялось дома. Вот накупишь всякой ерунды, а оно валяется. Нет, ну, вон шляпа очень хорошая. Вот, видите? Пришла я домой с фикс прайса. Нашла шляпу, но не ту. Это вообще какая-то вот серая такая, непонятная. Ну, по всей вероятности, шляпа все-таки не мое. Ну, поля у нее, конечно, замятые, потому что она лежала убранная далеко и надолго. Я эту шляпу носила в Греции, когда мы с Аллочкой были. Этой шляпе почти столько же лет, сколько и мне. Ну, она, правда, чуть моложе. Ну, выглядит хуже, чем я. Ой, смех и грех. Так, шляпа, конечно, хорошо в такую погоду. Но, ну, сами понимаете, ну, посмотрите. Обычно про таких говорят попа в шляпе. Ну. Не знаю, я их носить, может, не умею. Может, как-то так. Так, снять очки. Хуже. В очках я лучше. Ну, не знаю, Люба, ну. Так. Не мое. Короче, шляпа не мое. Ростом я не вышла. Вот если бы я была бы повыше, помоложе и повыше ростом, тогда бы шляпы у меня шли. Ну, ладно. Что теперь сделаешь? Ну, не идут. Зато у меня полно летних бейсболок. Правда, они не идут к платью тогда. Ладно. Без шляпы я красивее. Но все-таки ту шляпу, о которой я говорила, я ее найти не могу. Я же помню, что она у меня где-то есть. Только без Бориса я туда не могу залезть, чтобы ее достать. Лестницу надо покупать. Но из фикс-прайса без покупки я все равно не ушла. Оттуда невозможно уйти без покупки. Кто мне там в фикс-прайсе говорил, что я слишком... Ой, в фикс-прайсе, господи. Кто мне там в видео говорил, что я громко стучу железной ложкой по сковороде? Я люблю стучать железной ложкой по сковороде. Но это правда. Не всегда бывает удобно со сковородки аккуратно все снять. Снять все до последней капельки. Вот что я купила. Я купила вот такой набор. Здесь две лопатки и одна ложка. Я не стала брать набор, где лопатка, ложка и кисточка, чем смазывают сковородку. Ничем смазывают. А при помощи этой кисточки смазывают маслом сковородку для блинов. У меня кисточка есть. Но зато здесь две лопатки. Я понюхала. Оно ничем не пахнет. Я думаю, пользоваться можно. Но почему нет? Набор для кухни. Три предмета. Кисточка, лопатка и ложка. Вот здесь кисточка, лопатка и ложка. Отвезу на дачу и буду пользоваться. Правда, неизвестно, когда я на эту дачу попаду. А еще купила свое любимое печенье. Тоже в фикс прайсе. Сейчас покажу. Кто не пробовал, советую. Вот такое печенье. Оно улетает просто в лед. Оно вкусное, рассыпчатое. Ну и как всегда, я в фикс прайсе познакомилась с дамой, с кем мы примеряли шляпы. Мне везет на хороших людей. В этом мне везет. А сейчас буду делать рецепт байолды, обещанный. Пока я готовила рецепт, пока я жарила блины для мамы и для тети, наступил вечер. Но я хотела вам еще кое-что показать. Вот такую электронную книгу мне подарила Аллочка. И мне очень нравится. Закачала мне сюда третью часть пятой волны. И я с удовольствием ее читаю. А завтра я опять отправляюсь к маме и к тете. Отнесу им готовый или готовую байолды. И отнесу готовые блинчики. А сейчас, сейчас уже наступил вечер. Вот, у нас уже наступил вечер. Ребята, я ходила по магазинам, я все купила, но у меня нет ни куска хлеба дома. Мама дорогая, все, я пошла в перекресток. Надеюсь, он 24 часа работает. Вечер такой теплый, как будто сейчас совсем не август. Как будто сейчас июль. Значит, наверное, еще долго будет тепло. Ну, все нормальные люди идут домой. А тетя Люба, которая на пенсии, идет за хлебом. Склероз. Ой, какой вечер. Можешь ты мне? О, была обычная помойка. А стала кирпичная. А красиво. Как дом. Что-то у меня такое чувство, что я сейчас поцелую дверь и уйду. Интересно, перекресток 24 часа работает или нет. Может, мне повезет? Мне повезло. Магазин работает до 11 часов. Теперь надо выбрать хлеб. По всей вероятности, из того, что осталось. Что-то как-то здесь тухленьким попахивает. Пшеничный с отрубями. Булочки для гамбургера мне не нужны. Вот батончик какой-то крошечный. Так, ну-ка, почитаем, что за батончик. Хлеб домашний на молоке. 29,90. Ну, наверное, его и возьмем, потому что все равно... А-а-а, вот. Вот еще обычный батон. Нарезной коломенской. Но я что-то это не очень... Так, это Щелковский. Нет. Возьму вот этот на молоке. Все, взяла. Райские облака. Казинак. Ну нет, больше я брать ничего не буду. Купила я хлеб, масло, сметану. Я купила в перекрестке вот все и несу в руках. Пакеты брать уже не хочу, потому что я уже не знаю, куда девать эти пакеты. У меня в доме столько мусора нет, чтобы расходовать эти пакеты. Вечер, вечер, мечта. Это что-то. Такая теплый. Завтра, наверное, будет жара-жара. Кстати, я купила масло. Знаете, для чего? Я хочу сделать селедочное масло из икры-селедки. Я сегодня зашла в магазин, купила икру-селедки и хочу завтра приготовить. На завтрак с кофе обалденно. Очень вкусно. Конечно, рецептом поделюсь. Это раньше в рыбных магазинах не найдешь ничего. Точнее, ну, разная рыба была. А так, чтобы продавали икру-селедки, не было. И вот сейчас была гадать. Завтра приготовлю с морковкой, с лучком. Попробую, и вам тоже наверняка понравится. Ой, я не хочу домой даже уходить. Какая же благодать. Но придется закончить свой влог. Потому что уже поздно. А на этом все, мои хорошие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok